И это обзор платформы iSpringMarket долгожданной. Это как раз та LMS, на которой можно запускать свою онлайн-школу, онлайн-курсы. Давайте сделаем обзор этой платформы, посмотрим на плюсы и минусы. И посмотрим на то, как эта платформа выглядит для преподавателя, или разработчика, или методиста, или техадмина, и для ученика. Но начнем с того, что в данной LMS вы не сможете разрабатывать учебные материалы, сможете их только загружать. И это, наверное, все-таки недостаток. С другой стороны, есть прекрасный конструктор iSpring. И здесь первый, опять же, недостаток. iSpring конструктор работает только в операционной системе Microsoft Windows. На моем iMac это не работает, и мне необходимо загружать уже Microsoft Windows, потому что конструктор работать у меня не будет. Но если вы не создаете какой-то мега продвинутый интерактивный материал, или просто загружаете его из таких сервисов, как H5P, допустим, вы можете, собственно, загружать это и ссылками на платформу iSpringMarket. То есть это актуально, конструктор iSpring актуален, если вам нужен именно такой достаточно интерактивный учебный контент, подразумевающий взаимодействие, возможно, вытвление сценариев, прохождение учебного материала. А если же ваш курс подразумевает видео и какие-то вопросы, домашние задания, то вы можете ограничиться этой платформой iSpringMarket. Платформа iSpringMarket как раз для продажи курсов. Это не история закрытой ЛМСки, например, для какой-то компании, для учебного центра. iSpringMarket подходит вам, если вы хотите продавать свои курсы, создать свою онлайн-школу. Итак, мы находимся на главной странице, мы сейчас на панели админа. И сразу видно, сколько материалов, сколько пользователей, сколько продаж и есть какие-то новые материалы. И очень важно, это плюс. Сразу видно непроверенные задания, можно вывести всем списком. Но у нас здесь, собственно, списка не будет, потому что нет один пользователь и списка как такового не будет. Витрина. Витрина. Витрина – это как раз ваша школа. Здесь мы видим панель администратора, мы видим, какие у нас здесь курсы. У меня здесь курс «Школа человеческого бухучета». Есть категории, то есть мы можем курсы разместить по разным категориям, у нас пока нет категории. Можем сделать какие-то купоны. Я, насколько понимаю, я не могу сейчас это сделать, потому что я в тестовой версии. Есть настройки, которые пока что не включаются. Попробуем еще раз. Ага. То есть приветствие, добро пожаловать в магазин онлайн-курсов. Соответственно, вы можете на любом языке это написать. Инструкция. Все это вы здесь можете менять. Главный курс. Можно назначить главный курс. И сортировать сначала старый, потом новый. Тут есть по алфавиту. Дешевые, дорогие. Это плюс. И это приятно. Показывать витрину в поисковых системах. Да, это хорошая функция, которая только недоступна в тестовом периоде. То есть это здорово. Ну, такая своеобразная будет лендинг вашей языковой школы. Но он будет достаточно маленький. И там только из текста. Вот, пожалуйста, данная инструкция. Надо сказать, что вообще интерфейсы может быть установлены на нескольких языках. На русском языке, на английском, французский, немецкий, испанский, китайский, португальский, японский. А вот других языков пока что нет. И это может быть проблема. Но, собственно, здесь все достаточно просто. Внутри курса вы можете на своем языке, конечно, все писать, использовать свой язык. А вот именно какие-то кнопки, призывы к действию будут, менюшка будет на английском, допустим, языке. Я думаю, что, ну, в принципе, это будет понятно. Ну, давайте предпосмотр. Это то, как видит наш витринный ученик. Вот так видит наш витринный ученик. То есть если вы заходите по ссылке на страницу моей школы языковой... Ой, моей школы не языковой, извините. В данном случае можно что видеть, что меня пригласили в магазин онлайн-курсов. Собственно, заставку, мотивирующую фразу, там, приветствие вы свое пишите. Это просто стандартное. Выберите интересующие для вас курсы. То есть вы можете прописать какие-то преимущества. Очень немного, потому что текстовые блоки большие, никто, конечно, не читает. И, ну, вот первый курс у нас в школе человеческого бухучета. Причем я могу изначально угазать, как эти курсы сортировать. Потому что, например, ну вот в моей школе, в моем учебном центре есть курсы по дизайну, есть по графическому дизайну, есть курсы по разработке онлайн-курсов, есть школы по запуску онлайн-школы, есть курсы по созданию интерактивного учебного контента, по публичным выступлениям, по организации вебинаров и онлайн-мероприятий. То есть много категорий. И, в принципе, если для меня это большой плюс, потому что сразу человек определится с категориями, по категориям он уже будет переходить на какие-то курсы. Я здесь добавила только по дате добавления, вот сортировать, но можно было бы добавить и по алфавиту, и по стоимости, что, ну, однозначно плюс. То есть человек просто регистрируется, ну, нажимает на курс, и он может почитать про курс. То есть в данный момент курс, конечно, открыт. Но я могу подключить оплату. Естественно, я могу сделать это в платном тарифе. Но прежде всего оплатить, я в любом случае могу посмотреть описание курса. Обратите внимание, что вы можете не прописывать программу, она сама вот уже сформировалась, то есть она уже видна. Да, мы видим в каждом модуле, какие у нас представлены материалы, название видео, домашние задания. Ну, сейчас здесь просто рандомный набор каких-то видео, но это плюс однозначно, потому что вот вся информация о курсе, описание сюда необходимо включить, а что после прохождения курса человек сможет, то есть какого будут результаты. И вот она программа. Ну, собственно, вот в этот текстовый блок под описание можно много чего включить. Мы его еще раз смотрим. Об авторе обязательно включите информацию об авторе. Вы видите, достаточно все минималистично и очень удобно, все очень понятно и интуитивно. Ввести логин и пароль, фамилию, имя, страну, ну и дальше будет оплата. Дальше подразумевается оплата. Вот так видят вашу школу ваши будущие слушатели. Повторяю, что они сначала попадают на витрину, то есть они видят полностью ваши курсы все, или по категориям, или, ну, то есть вы сами задаете, в каком виде они это могут сортировать. Ну, тут один, здесь один мы видим курс, может быть много, и это удобно, есть описание. Потом нажимаем на подробнее и читаем уже про каждый курс. Все имеет единообразие, все достаточно стандартное и понятно. Итак, дальше. Двигаемся дальше. Движемся дальше, и у нас есть структура. Вот как раз это самые витрины, есть категории, некоторых, допустим, вот у меня была категория разработка онлайн-курса. Ой, извините. То есть у меня была категория разработка онлайн-курсов, и я могу даже включить описание. Вот я добавляю ее сейчас, и... Сейчас предпросмотр включу. Вот у меня здесь нет никаких курсов. Сейчас я, собственно, добавила, но курсы не добавила. Но категория уже, однако, есть. Соответственно, когда вы добавите в категорию какие-то курсы, то здесь, насколько я понимаю, будет это показываться именно по категориям. Категории. Вот опять плюс добавить категорию, добавить категорию. Можно удалить точно так же, категорию убрать. Дальше купоны. Скидка, статус создан, добавить купон. Код. Можно сгенерировать какой-то код. Скидка. Допустим, 20% количества активации. Активный купон. Максимальное количество ограничений доступен всем пользователям. То есть, здесь можно выбранным. Очень удобно, на самом деле, по купонам. Также работать. Отлично. Вот мы добавили купон. И есть настройки. Вот это то самое приветствие, которое мы можем прописать свое. Показывать витрину в поисковых системах. Да, здорово. Но пока что не можем. Вот сортировка. Ну, вот она здесь разная. Дорогие, дешевые и так далее. И тот курс, с которого мы начнем. Все сохраняем. Это витрина. То есть, это наша языковая школа. Дальше следует в левой панели инструментов программа обучения. Не панели инструментов, извините, а вкладки. У нас вот левый столбик. Это как раз те основные вкладки. Главные мы на ней были. Это уже, вы здесь видите, основную информацию программы обучения. То есть, витрина. Программа обучения. Программа обучения, это как раз ваши курсы. Вот у меня есть школа человеческого бухучета. И вот, собственно, здесь мы можем настраивать. Это не что иное, как курс. Давайте посмотрим, как курс видит наш ученик. Нажимаем на вот эту вкладку «Посмотреть». Вот так видит курс ученик. Повторяю, это рендомный набор случайных видео каких-то. То, что было уже в iSpring Маркете, как пример. То есть, давайте посмотрим, что видит ученик. Геймификации здесь не видно. Она еще не подключена. Мы видим здесь продолжительность. Мы видим вот эту картинку. Мы видим структуру. Только уже сейчас все будет открываться. Какие здесь виды. Мы видим наши результаты. Что-то не начато. Еще что-то начато. Что-то в процессе. Мы видим... Есть вкладка «Комментарии». То есть, можно оставить свой комментарий. Мы видим, на сколько процентов мы прошли курс. Ну, собственно, вот то, что видит ученик. Удалясь его аккаунт. Здесь уведомления. Завершенные курсы. То есть, тоже есть левая панель. Мероприятия, которые предстоят. Достижения. Как вы видите, здесь нормально достаточно дела обстоят с геймификацией в плане баллов, бейджей, сертификатов и рейтинга. Ну, вот кто-то любит вот эту систему. Вообще, если курс, например, асинхронный, мне кажется, это классно работает. Держит человека немного хотя бы в тонусе. Я считаю, что здесь вот хорошо это выстроено все. Пока что мы не дошли до того, как это выглядит, потому что, как выглядит бейджик, можно ли их загружать. Есть ли варианты бейджик на других платформах. Например, на платформе Talent LMS есть замечательные уже бейджи готовые. Посмотрим, что здесь. Ну, и сообщения, соответственно, тоже можно посмотреть, ввести какую-то переписку. Курсы – это те курсы, которые вообще есть. Это плюс. Давайте отметим это как плюс. То есть у вас есть ученика, есть мои курсы. Это те курсы, которые он проходит. Он может всегда вернуться, если их несколько, посмотреть, собственно, на каких курсах он обучается. Есть курсы, вот общий каталог, всегда можно зайти и что-то купить еще. Я считаю, что это плюс, однозначно. Итак, возвращаемся в панель администратора. Мы прописываем свойства курса. Здесь все достаточно просто. Ссылка на просмотр. Структура – это как раз структура самого курса. Так, минутку. Портал администратора. Программы. Вот она. Структура курса. Здесь курс создается. То есть здесь вы прописываете глава. Вот добавить главу – это как раз модули могут быть. Можно здесь добавить главу. И к каждому модулю, к каждой главе можно добавлять материал. Вот здесь такая особенность, что здесь нет конструктора. Конструктор в iSpring отдельно необходимо приобретать. И вы загружаете сначала материалы в материалы, а потом их добавляете к курсам. То есть вот так структура формируется. То есть здесь чисто структура. Просто добавляем материалы, которые уже до этого были добавлены на платформу. Ну, достаточно все просто и удобно, потому что… А это плюс, потому что один и тот же материал может быть добавлен в разные курсы. Я покажу сейчас, где эти материалы находятся. А так мы добавляем главу, добавить материал. Ну и, собственно, добавляем, можем отключить поисковик. То есть это удобно. Настройки по срокам прохождения тоже плюс. Порядок прохождения, как он будет проходить. Срок для каждой главы – это хорошо. Условия завершения программы. То есть есть два всего условия. Набирается сертификат. Сертификат достаточно простой. Можно свой сделать. SEO есть. Хотя бы метазаголовки и метаключевые слова. Оплату можно подключить. Ну, включить в какую-то категорию курс. И можно сделать курс платным. На витрине он отражается. Уведомления включать можно. Ссылки. Собственно, на миниатюру курса, на просмотр курса, название. Отчеты. Можно выбрать отчет. Пока что у нас нет отчетов. Еще комментарии пользователя. Ну, вот, собственно, что есть по программе. Программа обучения. Ну, еще раз включаем «Посмотреть». Ну, то же самое. То, что видит наш ученик. Учебные материалы – это то, куда материалы загружаются. Загружаются материалы. Но давайте посмотрим. Скором загружается. Это важно. Так, MP4, MP3. Форматы PDF. Ну, только Скором представлен. Здесь PDF, да. JPEG нет. По-моему, нет JPEG. Табличка Excel загрузила. Саня, добавить. Ну, в общем, загружаем. Вот то, что я успела загрузить. Ну, пример диалогового тренажера – это то, что было загружено, я так понимаю, из-за конструктора. Из конструктора. Возвращаемся в учебные материалы. Вот мы загружаем сюда учебные материалы. Можно формировать их по папкам. Здесь же создаем задание. Это домашнее задание. Я покажу сейчас, как оно выглядит. Вот домашнее задание можно создать здесь, но вы здесь создаете только название и описание. А материалы загружаете уже либо заранее сюда загруженные, да, вот в учебные материалы. Новая папка. Так, это понятно. И вот давайте вернемся в программу обучения. В то... Немного виснет почему-то. Программа обучения. Вот у нас есть один курс просмотреть. Вот что видит наш ученик. Он видит, ну, левую панель, понятно. Знакомство с iSpring Market. Мы видим, что это видео. Ну и, собственно, он нажимает и... В этом видео вы познакомьете платежи. Так вот он видит это видео. Чтобы начать принимать платежи, зарегистрируйтесь в выборной системе. Пример диалогового тренажера. Созданный как раз конструкторе iSpring. Если диалоговый тренажер для вас актуальный, то... Вот так они выглядят. Переводим просмотр. Сразу видим, что здесь у нас 3% просмотрено, здесь в процессе. Так как мы используем именно диалоговые тренажеры из конструктора iSpring, мы видим и аналитику по данному конструктору. Пример теста. Сюда впечатываем ответы. Это тоже все создается в конструкторе iSpring. Вот правильно, неправильно ответы. Что-то тут соединить. Стандартно. Отправить неверно. Так. Ну и удобно, что здесь все подсчитывается. Есть баллы. Правда, неправда. Отправить, продолжить. Ну хорошо, правда. Отправить. Ну вы понимаете, что это, конечно, надстройка на PowerPoint. И это в нем достаточно легко. Тоже ответ. Неверно. Далее. Ну вот такие вопросы. Ну хорошо, что есть комментарии. Так. Отметьте на карте. Вот это хорошее задание. Да, можно поставить такие точки на изображение. То есть получается интерактивное изображение у нас. Ну вот таким образом выглядит тест. Повторяются уже виды заданий. И баллы вверху считаются. Это тоже удобно. Как называется. То есть печатывание. Можно выбрать вариант ответа. Ну, конструктор Вайспринг. Замечательный, но он не работает на маках. И это неприятно. Тут ничего не печатать не можем. А, числовой ответ. Ну хорошо, окей. Числовой ответ какой-то пишем. Рандомный. Ну все, наверное, мы закончим. Достаточно. Ага, вот хорошее задание с перетаскиванием. То есть есть некий текст, надо перетащить. Все это, естественно, получается интегрировано в LMS. Давайте посмотрим. Тест у нас не пройден. 7,14% из 80. Ну, что достаточно мало. Материалы вебинара. Это уже видео, которое... Загружала... Нет, не видео. Это презентация, которую загружала я. То есть презентацию можно загрузить. Я загрузила свою презентацию. Вот так ее можно листать. Если какой-то текстовый материал. Дальше мы переходим в домашнее задание. Ну здесь, собственно, прикреплен PDF. Я, извините, сейчас вернусь в домашнее задание. То есть что видит наш ученик? Он видит описание домашнего задания. Он видит прикрепленные файлы. Может их открыть. И еще раз. Он может вести свой ответ какой-то. И прикрепить какой-то... Потому что, собственно, вы получите этот ответ. Давайте будем прикреплять... Я прикреплю свое изображение. Отправить. И преподаватели получат домашнее задание. Все очень просто. И это тоже плюс. Комментарии. Можно оставить комментарии с файлами. Вот что-то не понял. Можно... Повзаимодействовать здесь. Пообщаться. Поработать. Так, отлично. Возвращаемся в нашу панель уже администратора. И переходим в следующую вкладку. Мероприятия. Ну, кстати, давайте посмотрим, что же у нас произошло. О, домашнее задание. Ага, я вот и хотела, чтобы мы это увидели, что домашнее задание появилось. Еще раз заходим на главную страницу. Немного у меня подвисает почему-то сегодня. Вот домашнее задание. Я сразу на стартовой странице вижу, что оно сдано Жанной. И я смотрю его. Я тут же какой-то балл впечатываю. И оставляю какой-то комментарий. Могу тоже в ответ прикрепить файлы. Да, все удобно. Работает замечательно. Дальше есть вкладка мероприятия. То есть мы делаем такой итог, что все очень удобно, все очень здорово. Но здесь нет никакого конструктора, ни тестов, ничего абсолютно. Так что все, вы неизбежно должны откуда-то загружать. Соответственно, либо вы можете выбрать айспринг, конструктор айспринг, что будет стоить вам определенную сумму денег. Можете вы, конечно, выбрать для себя какой-то сервис бесплатный даже по тестам. И прикреплять сюда тесты с ссылкой. Это тоже возможно. Не увижу, как это выглядит, но прикрепить ее можно. Это мероприятие, которое вы можете добавить. Допустим, тренинг. Выбрать тему. Выбрать дату, место, тренер, описание. Уведомление. Это плюс. Тест там какое-нибудь место онлайн. Уведомление сохранить. Или вы можете добавить какую-то конференцию. Выбрать участников можно данного тренинга. Вот мы добавили. Можно добавить конференцию. И здесь, по идее, мы куда-то вылетели. Еще раз добавляем конференцию. Ага, мы сразу уходим в настройки. Понятно почему. Потому что для того, чтобы добавить конференцию, мы должны, мы можем некие предустановки сделать, разрешить саморегистрацию вообще в систему. Мы к ним прийдем. Вот приложение Zoom для конференции и онлайн-встреч. То есть нам необходимо прикрепить сюда, прикрепить сюда, наверное, ссылку. Платная подписка на сервис Zoom. Вот здесь с помощью аккаунта Zoom. Ну, собственно, у меня платная подписка. Я так подозреваю, что мы просто создадим конференцию, и она автоматически будет прикрепляться. То есть в мероприятиях у вас будет висеть и какое-то событие, и если это конференция, то это будет ссылка на это событие. Эти мероприятия также видны, естественно, всем слушателям. Ну, то есть вы можете прикрепить какой-то, допустим, тест или тренинг или еще что-то, или видеоконференцию. Отчеты, давайте посмотрим. Они есть по продажам, по материалам и по тестам, диалогам. То есть учебная аналитика есть. Экспортировать можно, это плюс. Отправить по e-mail тоже можно. Пользователи. Вот такая у нас будет сейчас тут своеобразная серымка. Активные роли. Входил, когда выходил. Можем добавлять, можем организовывать группы, в принципе. Организации. Профиль пользователя можем редактировать. Но можем добавить новое поле. И это отлично. Сообщение. Понятно. Настройки. Давайте посмотрим в настройки. Это важно, что у нас язык, повторяю, здесь. Вот выбор таков. Минус. Здесь нет некоторых языков, которые могут быть вам нужны. Но есть английский, этого иногда достаточно. И, насколько я понимаю, два языка установить нельзя. Индентификатор пользователя. То есть, как он будет заходить. Будет там e-mail или просто логин. Часовой пояс. Экспорт. Так, так, да. Понятно. Дизайн. Ну, здесь я думаю, что, да, цветовая гамма. Можно логотип свой. И значок. Повикон можно прикрепить. Продажи материалов. Настраивайте. Какие платежные системы. Обратите внимание, если вы проживаете в Европе, в Европе, в Европейской стране, в Евросоюзе, ну, или за пределами России. PayPal, Stripe, все функции. Вот наши функции. То есть, давайте посмотрим на функции. Есть саморегистрация. Подтверждать e-mail при регистрации. Ограничить возможности саморегистрации по домену. Ну, честно говоря, некоторые это используют. Ну, ограничение по домену никогда не включало. Наверное, это может быть актуально для кого-то. Политика конфиденциальности. Обязательные условия. Она здесь есть. Но вы ее можете подкорректировать и добавить, конечно же, условия использования с сайта, публичную оферту. А в сайте все это рекомендую вам добавить. Геймификация. Вот что нам важно. Прохождение теоретических материалов. Пользователь получит баллы за просмотр материалов. Но получается, что, насколько я понимаю, это будет для всех курсов работать. Потому что пользователи могут проходить разные курсы, но тем самым накапливать баллы и бейджи. То есть, сделать бейджи и баллы для отдельного курса, как это в некоторых ЛМСках есть, здесь нельзя. Но, может быть, это даже и не нужно, чтобы единая была система. То есть, теоретический материал – баллы. Прохождение тестов, оцениваемых диалогов и домашнего задания. Скором курсов баллов. Пользователь получит баллы при достижении проходного балла. Здесь вот проходной балл можно установить. Здорово. Прошел тестов, сколько-то, на такое-то количество баллов, получаешь тоже какой-то балл. Администраторов в рейтинг не будем. Общий рейтинг – да, потому что по организации окей, пусть будет. Давайте, мне интересно посмотреть на бейджи. Добавить бейджи. И да, есть бейджи, есть. Их здесь достаточно много. За усердие описания выдать бейдж по набранным баллам, по пройденным материалам. Небольшое тут, конечно, разнообразие по геймификации в плане выдачи бейджов. Бывает и больше вариантов за что и когда и почему. Но, в принципе, этого достаточно. Вот выбираешь такой-то бейдж за набранные баллы. Вот ты набрал 50 баллов и ты получил. Окей, сохранили. Один бейдж готов. Давайте следующий сохранили. И мы можем так добавлять разные бейджи. Система будет показывать результаты. Я считаю, что для асинхронных курсов это вообще замечательно работает. Все-таки это будет стимулировать. Можете свой бейдж загрузить. Да, это тоже отлично. Вот, пожалуйста, вот мы прошли по всем вообще опциям возможным достаточно быстро. Мне важно здесь, что здесь очень все интуитивно, все понятно, все хорошо работает. Нет никаких запутанных моментов. И не так много, например, опций по баллам там и по бейджам. Но, честно говоря, на некоторых платформах, где их много, это путает. Здесь не так много по геймификации вариантов. Нельзя выдать автоматический сертификат. Ну, то есть иногда это и не нужно. Это путает разработчиков и пользователей. Вот так видим мы на старте нашу онлайн-школу. Здесь много-много курсов. Нажимаем подробнее. Смотрим карточку курса об авторе. То есть авторы могут быть разные. Программа курса. Можно открыть, посмотреть. Очень удобно. Но никто не отменял тилду. И вы можете сделать, например, классное описание курса на тилду. Но не забывайте, что и вообще сделать старт на тилду. Не уверена, что здесь не уверена, что есть интеграция с тилду. Я ее в любом случае не видела. Думаю, что ее нет. Не забывайте, что больше трех кликов и пользователь ваш уже курс точно не купит. Поэтому не надо очень много этапов. Здесь есть описание. Получить доступ. Собственно, либо оплачиваете, либо вводите имя, фамилию и получаете доступ к курсу. Вот такая ЛМС-ка достаточно приятная. И, честно говоря, приятная и по ценам. Потому что, ну, мне кажется, что... Сейчас, наверное, не зайдем. Мы уже в тарифы. Правда, у администратора. Вот. Вот наши тарифы. Давайте посмотрим. Если мы берем минимальный тариф 2970 в месяц. Это 30... Если оплачивать за год, это 36 тысяч примерно за год. Что, ну, по-моему, все-таки, насколько я помню, больше, чем в GetCourse. Там, по-моему, в пределах 30 тысяч. Хотя сейчас, может, изменилось. Ну, по функционалу GetCourse, конечно, там возможности больше гораздо. Там есть своя винарная комната. Здесь, собственно, можно подключить Zoom трансляцию. Тоже очень удобно. И я считаю, что это, учитывая, что здесь 25 гигабайт, то есть, ну, вам как минимум хватит курса на 3, это может быть и больше. Это зависит от того, какой объем видео в курсе. На тысячу пользователей здесь нет никакого ограничения по количеству активных пользователей, еще какие-то там условия. То, да, вполне удобно и нормальная стоимость. Но по сравнению с GetCourse, учитывая функционал GetCourse, это, конечно, дороже. Здесь нельзя выстраивать какую-то такую триггерную рассылку. Нельзя задавать условия для рассылки. Вот если курс купил, то пойдет по одной ветви. А если не купил, то ему еще одно письмо придет. Вот этого здесь делать нельзя. Это можно сделать на GetCourse, можно сделать, допустим, в Talent LMS. Но здесь это не сделаешь. Но в любом случае все очень функционально, все очень доступно, просто, экологично. Я вот, мне нравится эта платформа, я буду ее тестировать дальше и, возможно, даже на ней поработаю. И теперь, конечно, мы следующее видео будем делать по работе в конструкторе iSpring. Что там можно создать и попробуем там поработать. Надеюсь, что данное видео было полезным и вы, собственно, поняли все преимущества и недостатки платформы iSpringMarket. И вам легче будет принять решение по использованию этой платформы. Ну, давайте, пока. Продолжение следует...